Здравствуйте, дорогие наши читатели и телезрители! С вами телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья» и ее ведущая Екатерина Зверева. О чем будем говорить сегодня? О самой чистой и полезной, то есть органической продукции, которую могут выращивать наши аграрии, в том числе садоводы и дачники. Также нам предстоит разобраться, как подстричь и сформировать дерево или куст, чтобы придать кроне интересную геометрическую форму. А еще расскажем вам секрет, как из детей и внуков вырастить не любителей шашлыков, а настоящих дачников. Начинаем! Если дачники сегодня думают о том, как установить на участке улиц пчелами, то настоящие пчеловоды задумались о том, как выйти с приморским медом на международный рынок и сделать его знаменитым на весь мир органическим продуктом. Задача непростая, но решаемая. Еще одним органическим продуктом в Приморье в ближайшее время может стать мед. Кстати, вы когда-нибудь видели, как зимуют пчелы? Пчелы сейчас находятся в состоянии относительного зимнего покоя. Они кушают, находятся в клубе, чтобы меньше экономнее расходовать корма. Беспокоить пчел нельзя, в зимовнике должно быть темно, не должно быть посторонних шумов. Все это может вызвать нарушение ритма жизни пчел и привести к их гибели даже. Поэтому все должно быть тихо и осторожно. Идем кеда. Пасека у нас необычная. Это учебно-научно-производственная пасека Академии. Учебная пасека в самом ближайшем времени может стать первым сертифицированным органическим производством среди вузовских хозяйств России. Пока пчелы зимуют в Амшанике, пчеловоды и специалисты Академии готовят документы на органическую сертификацию. Сейчас мы делаем заявку на сертификацию органического меда и будем вторыми на Дальнем Востоке, и получается третьими в России, кто будет производить органический мед. Почему у приморского меда есть все шансы попасть в список дорогой и признанной на мировом рынке органической продукции? Он имеет ярко выраженные отличительные черты. У него приятный вкус и аромат. Он красиво кристаллизуется у нас. Очень любят мед, когда он кристаллизуется, как сало. Сальная мелкокристаллическая кристаллизация. Обычно ее достигают путем искусственного воздействия на мед. Но наш мед способен так кристаллизоваться без каких-либо дополнительных вмешательств. То есть он очень у нас натуральный, учитывая, что приморский край базируется, ну как сказать, это лесной край. То есть пчеловодство, оно базируется на дикорастущей растительности. То есть это основа как раз органического пчеловодства. То есть должна быть растительность дикорастущая. Да, чистая. То есть и территория у нас чистая. Это все, конечно, дает возможность для ведения органического пчеловодства. Главный наш медонос, конечно же, липа, которая позволяет в отдельные годы собирать дневной взяток нектара, превышающий 30 килограммов на один улей. Такого взятка больше нет ни в одном из российских регионов. Я сейчас, говорю, работаю над Ахласом пыльцы наших медоносов и пыльценосов. Пчелы, они уникальные создания, они способны себя обеспечить кармами сами. Нам нужно только правильно разместить пасеку. Чтобы правильно разместить пасеку, пчеловод сам должен знать эти медоносы, куда поставить пасеку, понимаете? Поэтому для пчеловодства вопрос медоносов, да, это очень актуальный вопрос. Это первостепенный. То есть если мы правильно, если пчелам будет что собирать, да, они обеспечат и себя, и нас. Вы смотрите самую дачную программу, видеоверсию журнала «Сады и огороды Приморья». А я спешу вам сообщить, что из печати вышел свежий номер журнала. Первый номер за 2022 год. Вторая новость – журнал возвращается в киоски прессы. Там снова можно его купить. Кстати, в первом номере есть большой материал про органическое земледелие. Наш следующий сюжет о том же. На полях еще лежит снег, а в теплицах Евгения Кима, фермера из Уссурийского, всю зеленеет цветочная рассада. Есть здесь цикламены, хризантема, бегония, глоксиния и даже овсяница. Впрочем, главную ставку фермер делает на овощи. В этом году собирается выращивать особую, органическую продукцию без применения гербицидов. Если все сложится удачно, в конце сезона Евгений Ким получит знак органического товаропроизводителя. В Приморском крае он станет первым, чью продукцию можно будет узнать по особому логотипу «Органик». Проект органического земледелия мы запускаем под названием «Органическая мультиферма. Земля обетованная». То есть органическая подразумевает технологию выращивания без применения химии и минеральных удобрений. То, что это мультиферма, имеется в виду, что практически весь спектр овощных культур мы будем вводить в производство в течение нескольких лет. Для органического земледелия нужна особая чистая земля, которую длительное время не обрабатывали никакими химикатами. А еще специальные семена, сертифицированные как органические. На сегодняшний день органических овощей мы нашли томаты, огурцы, баклажаны, перцы и кинза есть органические семена. В следующем году, ну вообще каждый год мы будем наращивать список. «Не боитесь становиться органическим фермером? Ведь тогда можно будет обходиться без средств защиты, инсекцицидов, удобрений каких-то, ну часть удобрений отпадет. Вот как бы не страшно?» «Нет, не страшно. Но мы же сейчас, пока молодые, еще гибкие, учимся. Вот совместно с ПГСХ будем учиться, пробовать. Потому что органика – это прям необходимость сегодняшнего времени. То есть это время уже нас заставляет к этому подойти. Поэтому тут вопрос боязни вообще не стоит. Даже если какой-то неуспех будет, это тоже практика, опыт». Не сомневаться в успехе уссурийскому фермеру помогает большой опыт. Овощи в теплице он выращивает не первый год. «У нас уже есть сорт японских томатов. Уже много-много лет их выращиваем. Название у него «Супердотиран». Это его оригинальное название в народе, его просто японка называют. Он индетерминантный, высокий. Плодоношение у него в среднем где-то один килограмм с одной завязи. Ну, бывает при не очень хорошей технике, там меньше. Соответственно, если хорошая техника, он где-то килограмм, немножко, килограмм, 200 дает завязи. Помидоры в среднем 250-300 грамм. Производство органической продукции начинается уже в феврале с посева и выращивания рассады в специальном помещении. В производстве мы применяем, в зимнем производстве, применяем вот такой обогрев. Обогревается непосредственно только стол. Есть печка длительного горения, котел длительного горения. Вот, также на столы мы укладываем подложку специальную. Она рифленая, предназначена для аэрации нижней части горшков, чтобы корни не сильно не прорастали, чтобы воздух тоже попадал. Вот, делаем такие ангары, чтобы нам всю теплицу не обогревать. И, ну, получается, что небольшие теплицы, большой теплиц, вот это дает еще, ну, как бы, немного тепла. В среднем ночная температура в ангарах где-то плюс 15 градусов. Этого достаточно для стен. Не надо обогревать всю теплицу, не нужно там ставить огромные трубы. Вот этих труб здесь на 25 миллиметров достаточно. Смотря на большой опыт производителя, да, это первый производитель в Приморском крае на Дальнем Востоке по растеневодству, который прошел этап очный по документации, подготовил все документы, прошел все анализы, что касается земли. И следующий этап, это будет анализ его продукции, который даст возможность получить ему знак органик и будет закончена сертификация по органическому производству растеневодства. Думаю, мы с вами убедились, что органика – это престижно, это вкусно и это полезно для здоровья. А если душа просит не только пользы, но и красоты? Берем секатор и отправляемся в сад. В феврале, если погода позволяет, можно заняться не только санитарной и формирующей, но еще и декоративной обрезкой деревьев и кустарников. Надеюсь, секатор вы уже нашли. Вот у нас яблоня. Как плодового дерева у нее карьера не сложилась. Прививки она тоже не приняла ни одного сорта. И получается, что стоит вот такая дичка заросшая. Но поскольку рядом зона отдыха, то я думаю, что, наверное, логично использовать ее как декоративный элемент сада и попробовать что-нибудь из нее выстричь. Вот сейчас этим мы и займемся. Илья, как вы думаете, какую форму лучше придать? И годится ли вообще, в принципе, яблоня выполнять декоративные функции? Из яблони тоже можно сформировать что-то красивое, что-то интересное в саду. Мы выберем форму такой полусферы. Это будет достаточно компактная форма, что удобно при достаточно густом таком, при густых посадках. И, в общем, несложно в уходе. Также важно при создании декоративных форм, чтобы растение, которое мы формируем, было достаточно хорошо освещено. Это важно для создания плотной кроны в дальнейшем. Нужно сразу помнить, что создание вот этих форм это не единовременная такая акция. Это процесс, который займет от двух до пяти лет. Первым делом мы смотрим, где у нас какие-то больные, старые ветки, сломанные, какие-то перекрещивающиеся, трущиеся ветки, ветки, которые растут внутрь кроны. Все это мы должны первоначально убрать. Так, здесь смотрим, у нас ветки трутся, перекрещиваются, растут внутрь, убираем полностью. Здесь та же проблема. Убираем. И вот эту растущую внутрь убираем тоже. Так, какие-то вот больные, нездоровые вещи. Убираем тоже. Несмотря на то, что эти ветки, казалось бы, создавали бы нам густоту, к которой мы стремимся, скелет растения должен все-таки быть достаточно свободным. Загуститься оно должно в верхней части кроны со временем. Вот эту обломанную трущую все запиливаем тоже. Теперь выбираем центральную ось нашей будущей кроны. Придумываем себе самую верхнюю точку будущей композиции. И с нее начинаем обрезать. Так же, как при обрезке плодов, все-таки ориентируемся, чтобы какие-то веточки, почки были ориентированы наружу крона. Также нужно учитывать, что мы в течение сезона будем регулярно удалять довольно большую массу зеленого растения. И неплохо было бы ему немного помочь внесением удобрения. Можно обрабатывать препаратами типа эпин, циркон. В общем, при таких процедурах растению нужно хорошенько помогать. Древесные растения немножко похуже, переносят удаление большой массы. Кустарники это переносят гораздо легче, поэтому кусты гораздо чаще используют для формирования каких-то правильных топиарных форм. Смотрим, держим вот эту нашу верхнюю точку на оси и от нее. Вот если мы идем по кругу, можем вот на одном уровне смотреть на соседние ветки. Ну и держать эту точку в голове. Это помогает. То есть вот эта ветка уже ниже уровнем по ярусу, чем это. Значит, мы ее отрезаем ниже. То, что эти ветки здесь так вот расположены, это не сильно хорошо, но у нас тут нечем их больше компенсировать, поэтому мы их оставим. Максимально удалим какие-то такие у них явно конкурирующие ветки. Растущие вниз, пожалуй, тоже. Вот эти веточки желательно развести, да? Да. Они все-таки впоследствии будут довольно сильно друг другу мешать. У нас центральная ось находится где-то в этом месте. Эти ветки получились немножко выше. Укорачиваем. Основные самые ветки у нас сейчас уже убраны. Переключаемся на веточки поменьше. Их желательно всех укоротить, чтобы простимулировать их ветвение тоже. Какие-то вот эти внутренние растущие ветки мы убираем. Ну, в результате у нас примерно вот так, да? Получился вот такой вот сферический культурный объект. Скажу. Ну да. Мы сделали приблизительные очертания будущей формы. Теперь наша задача в течение сезона ее поддерживать. Ну и, в общем-то, поддерживать ее годами. За несколько лет здесь сформируется довольно плотная шапочка. Что мы должны сделать вот с этими срезами? Срезы желательно замазать. Лучше, конечно, замазать все. Поскольку через срезы испаряется довольно много влаги, бывают неприятности, что может засохнуть вот это место и повредить ветку ниже. Обрезку мы такую проводим приблизительно с середины конца февраля. Замазывать я рекомендую садовыми пастами вот на основе гумата. Они содержат в себе фунгициды. Это для нашего региона очень важно. У нас грибов много. Садовый вар в общем-то уже немножко отошел в историю. Удобнее пользоваться вот такими составами. Снова напоминаю, что с вами самая дачная программа. Она же видео-версия журнала «Сады и огороды Приморья». Журнала, который читают все дачники и садоводы. Кстати, почти все они задаются вопросом, как приучать младшее поколение семьи любить на даче не только гамак и поляну для мангала. Ответ на этот вопрос нашли в детском саду номер 145 города Владивостока. Там в старшей группе разбили на подоконнике настоящий огород с укропом, салатом, помидорами и огурцами. Сегодня никому из ребят не нужно объяснять, как ухаживать за растениями, чтобы получить урожай. Но ухау по воспитанию дачников принадлежит воспитателю Нине Рябовой. Любой детский сад, если вдуматься, кузница кадров. Именно там подрастают будущие учителя, строители, врачи. Но в детском саду номер 145 Владивостока решили растить садоводов-дачников. Вот такого маленького семечка посадили и огурчики подросли. В средней группе номер два на подоконнике разбили настоящий огород. Выращивают укроп, лук, огурцы, помидоры. Сегодня никому из ребят уже не нужно объяснять, как ухаживать за растениями, чтобы получить урожай. Стоп, огурчики росли, их нужно поевать. А началось все с того, что воспитатель группы Нина Рябова решила познакомить своих воспитанников с профессией садовода-огородника. И с детьми мы решили сделать мини-огород у себя в группе. Мы приобрели с помощью родителей семена, огурцов, помидор. Насыпали грунт, посеяли семена и стали наблюдать за их ростом. Детям было очень интересно поливать и смотреть, как помидоры и огурцы растут. Посмотрите, какие выросли у нас замечательные огурцы. Они вымахали аж под потолок. Даже мы не только лук и укроп посадили клубничку, и она взошла. Посадили крест-салат. И это для детей такое удивление было, что вот и все у нас получилось. Будем продолжать новые опыты с детьми, ухаживать за растениями. Теперь воспитанники средней группы с нетерпением ждут лето, чтобы сажать огород не только на подоконнике, а полученные знания закрепили на музыкальном занятии. Собираем мороз, мы собираем водоросы, собираем урожай, помидор вырожай. Вечер 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 на этом наша программа подошла к концу. Заходите на сайт, читайте журнал и смотрите нашу программу. Если погода не подведет, в следующий раз встретимся в марте уже на грядках. на грядках. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова